Я вообще не знаю, что там. Ее нет здесь! Виля! Виля! Ааа! Виля! Ее видно? Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и вы на канале Королевы Мистики. Друзья, в предыдущем видео я оживила куклу Барби Икзе. После этого, знаете, что произошло? Я нашла вот такой вот браслет, ребята. Погодите, замусорился у меня. Вот такой вот браслет. И после этого я считала информацию с этого браслета при помощи своих экстрасенсорных способностей, ребята. Да, именно так я прочитала, что этот браслет якобы принадлежал женщине, которая по ночам под фонарем танцует, широко раскинув руки. И вы все в комментариях начали писать мне, что это именно сербская леди. Я не ожидала такого, что это будет именно она, друзья. После чего мне написала одна подписчица и сказала, что Ирина, сербская леди, на самом деле существует. И будь поаккуратней, пожалуйста, с этим браслетом, ребята. Потому что он проклят, сказала она. После этого я лично ей написала и пригласила ее на очную встречу для того, чтобы обсудить детали, откуда и что она знает. И прямо сейчас этот человек сидит у меня в машине, друзья. И мы прямо сейчас узнаем от первого лица, что она нам расскажет. С вас подписка, лайк и погнали! Дин, эта женщина сейчас находится прямо в моей машине. Да, это не обычная девочка-подписчица. Это реально взрослая женщина. И поэтому у меня есть огромная вероятность того, чтобы я ей могла доверять. Понимаете? Потому что ребенок-то он может, ну, как бы и соврать, а вот взрослый человек врать не будет. Здрасьте, можете выходить. Слышь, здрасьте, не стесняйтесь. Так, пойдем сюда. Смотрите, вы мне скидывали координаты того, что именно... Ладно, начнем с того, что я вас представлю. Ребята, эту женщину зовут Лиля. Вот, и правильно ли я понимаю, что мы сейчас находимся на том самом месте, где, как вы утверждаете, находится сербская леди? Да. Те координаты, которые вы мне прислали, мы с Димой вместе посмотрели их, и получается, что это где-то у этих фонарей. То есть люди, которые вам рассказывали на работе о том, что именно сербская леди существует, и она находится где-то здесь, это правда, вы это подтверждаете? Да, правда. Вы могли бы мне поточнее показать это место? Вы были здесь вместе со своими друзьями, с тем, кто рассказывал? Это где-то точнее, какой из этих фонарей? Пойдемте, не переживайте, потому что как бы... Вообще, как вам рассказали, то, что она приходит где-то в 3 часа ночи, да? Да. Сербская леди приходит в 3 часа ночи. И получается, что... Так, пройдемте сюда. Так, получается, что это где-то между вот этим и этим фонарем. Верга, я вас понимаю? Да. А вы могли бы поподробнее рассказать, то есть, что конкретно люди, которые здесь были, видели? То есть они в 3 часа ночи каким-то образом оказывались здесь, для того, чтобы проверить эту городскую легенду, существует ли на самом деле сербская леди или нет. И что они делали? Они подходили рядом к столбу и что-то говорили, или она сама появлялась? Она сама появлялась. А говорили, что она, ну, как бы с ножом нападала, или что у нее на руке, возможно, был какой-то вот такой вот браслет. Такие истории были? Были, браслет был на руке. И браслет был. Ребята, значит, все западает, возможно. Велика вероятность того, что это браслет сербской леди. В общем, я не знаю, у меня есть такое предположение, что сегодня она может появиться здесь. Как вы думаете, она каждую ночь появляется? Или только по определенным каким-то ночам? Каждую ночь? Да, я думаю, каждую ночь. Каждую ночь. Давайте проверим, возможно, здесь на этом столбе что-то есть, какие-то отметины того, что, может быть, вы что-то нам, ну, покажете. Может быть, чем-то он как-то отличает. И вообще, он горит? Он, фонарь горит, когда она приходит или нет? Горит. А сейчас он не горит. Возможно, у нас тогда не получится ее увидеть и заснять на скрытые камеры. Но суть в том, что у меня вот этот браслет, я его хочу сейчас здесь оставить. Вот, и так как, ребята, у нас сейчас время около трех часов ночи, возможно, вы еще знаете о каких-то происшествиях, которые здесь происходили с теми людьми, которые здесь встречались с сербской леди. Да, здесь было, что эта сербская леди нападала с ножом на людей. Господи, какой ужас, ребят. Был такой. Обалдеть. Реально. Короче говоря, ребят, сейчас время почти 3 часа ночи, то есть 2.30 ночи. А сейчас я при помощи приложения на своем айфоне попытаюсь просто проследить эту местность на аномалии и на нахождении призраков. Пока мы Лилю отпустим, пусть она посидит в машине. И около трех часов ночи мы поставим здесь пока скрытые камеры. Мы посмотрим. Лиль, побудьте пока в машине. Идите, не волнуйтесь. Как бы мы... Все будет хорошо. Идите, идите. Вот. А мы сейчас с Зимой пока будем исследовать эту местность на паранормальные явления, на наличие здесь каких-либо призраков при помощи очень суперкрутого приложения, которое я скачала на свой телефон. Я уверена, что здесь все правда, поэтому если что-то будет, то это приложение обязательно покажет. Так, осторожно здесь. Вы не волнуйтесь, все конфиденциально, никаких контактов я оставлять не буду. Так что вы не волнуйтесь, вас никто не обидит и ничего с вами не случится. Мне очень жаль, что другие ваши близкие люди, находившиеся здесь, уже как-то пропадали. Но я надеюсь, что больше этого, вернее, я уверена, что больше этого не повторится. Подождите, пока мы исследуем местность, а потом вместе проверим, придет ли сербская леди к нам сегодня или нет. Итак, ребят, сейчас я запускаю приложение, и мы будем изучать эту местность. Итак, я запустила радар, ребята, на привидение. Ghost and Radar. То есть это радар на привидение. Но смотрите, смотрите, вы видели красная точка? Красная точка. Дим, смотри, левее. Смотри, он перемещается, посмотри. Он то здесь, то там. Ребята, это просто жесть. Это место кишит призраками. Погляди, погляди. На этом крыле нет. Сзади, сзади, где машина. А когда мы приближаемся вот к этому месту, где сослов лили, здесь находится сербская леди, радар просто зашкаливает. Вы поглядите. Вы слышите? Вы слышите, он запищал. Мамочки, мне становится жутко, Дим. Здесь точно есть что-то паранормальное. Какой-то призрак. О, нет. О, нет, Дим. Этого просто не может быть. Браслет. Я его оставила здесь. Он исчез. Попал. Браслет исчез. Рядом с этим столбом аномальная активность. Это было видно. Тут точно присутствует сербская леди. Друзья, мы будем ждать еще полчаса и будем наблюдать все из машины. Появится кто-то или нет, я не знаю, но оставайтесь с нами. Скорее машину. Я уже даже не знаю, лучше повезет нам или нет. Видимо, сербская леди или нет. Дим? Лили, нет. Че? Как нет? Ее нет. Пустая машина. Она что, пропала? Не может быть. Ее нет здесь. Как? Не может быть. Ты закрывал машину? Да, да, да. Никакой нет. Блин, я не слышала, как двери хлопнули у нее. Где она? Дим? Черт, у столба смотри. Кто это? Там кто-то, я не знаю. Черт, не может быть. Это сербская леди танцует. Блин, это она. Жесть. Слушай, походу, это Лили и есть сербская леди. Этого просто не может быть. Жесть. Лиля, с вами все в порядке? Лиля? Лиля, что с вами? Лиля? 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 Аааа! Лиля! Скорей в машину! Скорей! Жесть! Она остановилась, Дим. Ее видно? Смотри, она танцует. Ребята, жесть. Лиля оказалась и есть сербская леди. Дим, она исчезла. Дим! Черт! Господи! Ребята, я не знаю, что произошло, потому что женщина выглядела достаточно нормальной. Дим, у тебя все пишут. Ты задел микрофоном. Все. В общем, друзья, походу, это Лиля и есть сербская леди. Хотя, я сомневаюсь, пропал браслет. Пропала Лиля. Я вообще не знаю, что думать. Боже. Ладно, друзья. У меня вообще все мысли путаются. Господи, всем пока.